Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада приветствовать, очень рада выступать сегодня в такой замечательной обстановке. В принципе, тема заявлена, и предлагаю начинать. Эффективность разработки проблем истории земского самоправления в значительной степени определяется состоянием источниковой базы, а также методами и технологиями анализа источников. Это важно еще и потому, что в исторической науке в связи с информатизацией происходят изменения. Меняется структура науки, происходит разработка теоретических и прикладных вопросов создания нового типа электронных ресурсов, в том числе исторических источников. Перевод источников в электронный формат позволяет решать проблемы сохранения источников, их размещения в локальных и глобальных информационных сетях, что дает возможность расширить доступ к ним. И на базе таких источников появляется возможность осуществлять компьютеризированное исследование, применять новые методы, получать новую информацию. Поэтому актуальны проблемы переводы исторических источников в цифровой формат, разработки методов и средств их анализа на основе применения информационных технологий. В рамках исторической информатики возникло новое направление компьютерного источниковедения, дополняющее традиционный источниковедческий анализ. И таким образом методы компьютерного источниковедения позволяют не только решить проблемы по сохранению и организации представлению информации источников, но и более глубокого раскрытия их информационного потенциала, наполнения, введения в широкие научный оборот, получение нового знания, в том числе по истории земского самоуправления. И в изучении истории земского самоуправления это важно в отношении журналов земских собраний, поскольку они занимают особое место среди делопроизводственной документации земских собраний и являются одним из основных источников по истории земств. Ценность журналов земских собраний подтверждается состоянием разработки темы, которая свидетельствует, что исследователи при изучении вопросов земского самоуправления социально-экономического развития регионов, культурного уровня регионов и так далее. Используют их в качестве одного из основных источников. В истории изучения журналов земских собраний как исторического источника можно выделить три основных периода. Первый – дореволюционный, включающий исследования до 1917 года. Второй – советский период с 1917 по 1991 года. И в свою очередь в данном периоде можно выделить два подэтапа с 1917 до середины 50-х и затем с середины 50-х до 1991. И, наконец, третий этап – это постсоветский период с 1991 по настоящее время. В дореволюционных исследованиях анализ журналов Пермского губернского земского собрания и истории земства в целом не выделялись в отдельные проблемы. Интерес к источнику был выражен в рамках общей тенденции исследования земств. К журналам земских собраний как к одному из основных источников по истории земств обращались многие исследователи и общественные деятели, такие как Безобразов, Городовский, Белоконский и многие другие. Но особая заслуга принадлежит Борису Борисовичу Веселовскому в сборе, систематизации, анализе огромного количества источников. Исследователь проследил процесс развития земств во всех губерниях, в частности и в Пермской губернии. Что примечательно, исследователи земской истории зачастую участвовали в деятельности земств и, соответственно, в их работах отражалась та деятельность по различным отраслям, такое как народное образование, библиотечное дело, бюджет, статистические работы, оценочная деятельность, сельскохозяйственные мероприятия, кустарная промышленность, здравоохранение и многие другие. Все исследователи использовали делопроизводственную документацию в качестве одного из главных источников, подчеркивая, что данные материалы дают наиболее полную картину. Уже в этот период проблема соотношения деятельности центральной власти, губернских, уездных земств стала актуальной. И земские деятели считали важным разрешить этот вопрос для дальнейшего функционирования учреждений, пытались найти грань разделения полномочий. После революции 1917 года исследование истории земств стало неактуальным. Представления о земских учреждениях основывались на работах Ленина и кратком курсе истории ВКПБ. И новый виток интереса к органам местного самоуправления начинается лишь в конце 50-х, в начале 60-х годов 20-го века. Историю земских учреждений изучали многие исследователи, в том числе Перумова, Герасименко, многие другие. И в то же время возникает интерес к истории региональных органов местного самоуправления. Исследователи проявили интерес не только к деятельности, но и к сословному составу земских учреждений. Итак, Герасименко пишет, что одна из основных групп источников, в том числе по истории и сословного состава, это документы, возникшие на местах, в недрах волосных, уездных, губернских учреждений, которые передают наиболее точные и достоверные сведения, так как выражают взгляды тех работников, которые находились в гуще событий. В отношении Пермского земства важным этапом стала работа Михаила Ивановича Черныша, который, анализируя журналы вместе с другими земскими источниками, охарактеризовал особенности Пермского земства и историю его деятельности. Особенность данного исследования состоит в том, что автор исследует земские учреждения на основе марксистской парадигмы и классового подхода. Важным рубежом в истории исследований земств стал период 90-х годов XX века. Изменения в политическом устройстве, экономике, социальной политике обусловили интерес к истории местного самоуправления. Из начала 90-х годов XX века интерес исследователей направлен и на изучение региональных земских учреждений. Исследователи обращают внимание на проблемы правового положения, организацию местного самоуправления, земскую избирательную систему, взаимоотношение земств между собой и с государственной властью. И достаточно внимания уделяется как сословному составу, так и работе земств социальными слоями. При этом все исследователи подчеркивают важность изучения журналов как одного из основных источников. История пермского земства получила освещение и в ряде диссертационных исследователей, и все исследователи также используют журналы как один из главных источников. На основе анализа делопроизводственной документации земств в литературе освещена история образовательных учреждений, земская деятельность по вопросам здравоохранения, народного образования, социального состава земства, социальной политики, бюджета, земской статистики, мер по развитию экономических сфер. Тем не менее, с точки зрения источниковеческого изучения, возможности журналов земских собраний использованы далеко не полностью. Объективные тому причины, в первую очередь, то, что одним из важнейших принципов работы с земскими журналами является необходимость изучения их систематически, из года в год. Это представляет собой огромный текстовый объем информации. Например, на данный момент сохранилось примерно 97 книг журналов земских собраний по годам, при этом на самом деле до нас дошли не все книги, и есть определенные провалы в годах, когда... ну нет, не дошли эти книги, не сохранился данный исторический источник. Так вот, сохранились 97 книг журналов земских собраний. Объемы этих книг достаточно разнообразны. От 200 до самый большой объем, который мы анализировали, это 1097 страниц. Конечно, очевидно, что с помощью человеческих ресурсов достаточно сложно проанализировать, не упустив ни один момент, не упустив никакой сюжет. И, соответственно, работа с таким огромным количеством текстовой информации требует огромных затрат времени и сил исследователя. И, соответственно, по количеству журналов вполне можно отнести к массовым источникам, поэтому изучение вполне можно успешно вести при помощи количественных методов и информационных технологий. Для проведения данного исследования еще другими исследователями журналы были организованы в информационной системе журналы земских собраний как источник изучения истории местного самоуправления в России. Вторая половина XIX – начала XX века. Информационная система является своеобразным универсальным комплексом, позволяющим включать в нее не только журналы губернских и уездных земских собраний, но и другие разнообразные источники – постановление, управы и комиссии, проекты, реформирование социальной и экономической сферы, акты состояния и различные собрания земской статистики и многие другие. Система рассчитана на сохранение, представление, использование полнотекстовых электронных версий журналов земских собраний и других примыкающих к ним основополагающих документов, источников по истории земства в России. Информационная система позволяет использовать достаточно гибкую систему описания источников, что будет важно для нас и в рамках нашего дальнейшего обсуждения. Допускается создание дополнительных атрибутов, реквизитов для журналов отдельных заседаний. Основная единица, вводимая в систему, – это отдельная публикация журнала заседания земского собрания, либо доклад, акт, прочие делопроизводственные из земских учреждений. Каждое издание имеет краткую библиографическую характеристику, возможное дополнение иными рубриками. В системе текста сохранены в двух форматах – RTF и PDF, текст под изображением страницы, что дает большие возможности видеть, что представлял источник в оригинале, и осуществлять информационный поиск и аналитические операции с электронными текстами источника в формате RTF. Для описания отдельного тома журналов земского собрания система содержит следующие реквизиты. название, код губерния, уезд, номер сессии, тип сессии, типография, место издания, дополнительные атрибуты, например, штемпели библиотеки. Для описания журнала заседания система содержит словарь ключевых слов и атрибутов, рубрику персонали. В системе предусмотрены три интерфейса для ввода данных, для визуализации и для поиска информации по всему массиву источника. Для анализа и, соответственно, в дальнейшем данная система была доработана предметно-тематическим мета-описанием, о котором мы поговорим чуть позже. С точки зрения источниковедения необходимо изучение внешних формальных условий происхождений источника, что применительно к журналам Пермского губернского земского собрания означает необходимость изучения законодательно-правовой базы работы земских учреждений и порядка создания и публикации журналов. Законодательно-правовой основой для создания и ведения журналов земских собраний было положение губернских уездных земских учреждений, утвержденное указом Александра II от 1 января 1964 года, и положение о губернских уездных земских учреждениях 1890 года. В статье 98 положение 64 года указывалось, что все постановления земских собраний вносятся в журнал, который подписывается председателем, секретарем собрания, членами земского права и всеми наличными членами собрания. Таким образом и определились от нового введения журналов земских собраний. Положение о губернских уездных земских учреждений Александра III от 12 июня 1990 года не отменило практики введения журнала. По статье 78 все постановления вносятся в журнал, который подписывается председателем, наличными членами собрания и скрекляются секретарем. То есть только исключили членов земских управ из обязательного подписания журналов. Ну и достаточно быстро прижилась практика публикации журналов. Они издавались отдельными книжками по сессиям за соответствующий год. И кроме того, некоторые материалы, такие как отчеты, общие своды сумм, капиталов, ведомости, высочайшие повеления, постановления земского собрания, отчеты, доклады губернского права, печатались в сборнике пермского земства. Обязанность стенографировать премия, фиксировать вопросы, обсуждавшиеся на заседании собрания, вести журналы, была возложена на секретаря собрания. Секретарь изобрался из числа присутствующих гласных путем голосования. И как показывают тексты журналов, заседаний претендентов на эту должность было достаточно мало, видимо потому, что должность требовала наличия определенных навыков и умений, таких как скоропись, и налагала дополнительные обязательства на присутствующего гласного. От секретаря зависела полнота отражения информации в журналах земского собрания, так как особых инструкций или правил для исполнения этой должности не существовало. И так, например, в первую же сессию работы Пермского губернского земского собрания в 1870 году обсуждался вопрос, насколько полными должны быть тексты журналов земских собраний. Собранием было принято постановление, что в связи с дороговизной печатания журналов, докладов, отчетов и прочей земской делопроизводственной документации в журналах собрания не помещались в премии, не приводящие к назидательным результатам, чтобы журналы составлялись по возможности кратко, сжато, без всяких излишних подробностей. Но вместе с тем в них выяснялись точно и определенно мотивы решений собрания по всем важнейшим предметам. А письменные заявления господ гласных, не заключающие в себе интересные для земского дела подробности, излагались в кратких словах в тексте журнала. Итого четыре раза, то есть в первую сессию в 1970 году, в 1977 году, в 1907 и 1912 годах обсуждался вопрос о приглашении стенографов для обеспечения полноты документов, точности информации. Однако положительного решения по вопросу не было принято в связи с дороговизной услуг стенографов. Поэтому секретарями продолжали становиться гласные, не профессиональные, просто гласные губернского земства. Свидетельствами правильности отражения прений, постановления собрания в журналах должны были быть, как указывалось ранее, подписи всех наличных членов собрания, согласно статье 98. До 1908 года журналы, как правило, журналы прошлого заседания, прочитывались на следующем заседании, и если возражений сделано не было, подписывались наличествующими членами собрания. Но в 1908 году на заседании очередной сессии по продолжению гласного порядок подписей журнала был изменен, и для экономии времени журналы было решено не прочитывать на заседании, а отправлять в течение двух дней гласным для просмотра и внесения тех или иных исправлений. И затем, после прочтения журнала, возвращались секретарю, который оформлял конечный вариант журнала заседания. Для нас достаточно важно, что тексты, правильность записей подтверждались гласными. И, как видно из анализа структуры черновых макетов журналов заседаний пермского губернского земского собрания, которые сохранились в фондах государственного архива пермского края в ГАПКе, машинописные варианты журналов земского собрания были очень четко структурированы. Информация по каждому вопросу оформлялась отдельным разделом, порядок разделов нумеровался, в тексте были выделены, подчеркнуты, либо напечатаны заглавными буквами важная информация, такие как фамилии гласных, которые начинали выступать. Основные слова, то есть постановлено удовлетворить, определило или определено государю, императору и так далее. Название комиссии. Общипки могли быть зачеркнуты и исправленный текст, либо написан карандашом цветным, либо напечатан над строчкой. И эта же структура черновых макетов была перенесена и в напечатанные журналы земских собраний. Однако после подготовки макетов журналы должны были проходить цензуру. Согласно постановлению от 13 июля 1867 года журналы должны были проходить предварительную губернаторскую цензуру. По разъяснению от 22 февраля 1868 года в газете «Северная почта» цель данного постановления затруднять печатное оглашение только таких увлечений слова и мыслей, которые могли бы возбуждать в других местностях неприятные для земских дел недоразумения. То есть закон допускал печать постановления прений и речей не иначе, как с разрешения губернаторов, чтобы они не противоречили государственной политике. В случае невыполнения постановления о губернаторской цензуре предусматривалось наказание земства. Денежное взыскание не свыше 300 рублей, арест ответственного лица не свыше чем на три недели или же по усмотрению суда одно из этих наказаний. И по окончанию сессии губернаторское право посылало конечное обращение с губернатором с просьбой разрешить издание журналов. Соответственно, губернатор проводил свою цензуру и утверждал тираж, который запрашивался управой. Свидетельством разрешения губернатором публикации журналов определенной сессии была соответствующая революция. И так на каждом журнале пермского губернского земского собрания на обороте читульного листа либо на первой странице располагается надпись, печатано с разрешения губернатора. Сначала журналы пермского губернского земского собрания печатались типографии губернского управления и в частных типографиях. Однако печатание журналов в частных типографиях было достаточно дорогостоящим для пермского земства. В связи с чем на заседаниях пятой чрезвычайной сессии уже в 1874 году членами собрания было принято предложение губернатора об устройстве типографии при губернской управе. И вскоре создана типография губернской земской управы, в которой и печатались журналы. Первоначально журналы земских собраний печатались тиражом до 100 экземпляров. С начала 80-х годов был широко развит обмен печатными зданиями. В связи с этим тираж материалов был сначала определен до 200 экземпляров, а в начале 20 века это ограничение было снято. И как свидетельствуют архивные документы из фонда пермской губернской управы, пермского архива, Господи, государственного архива пермского края, в которых пермская управа просила у губернатора разрешение отпечатать журналы, тираж их запрашивался в количестве 500 экземпляров. То есть, возможно, тираж публикации определял губернатор в соответствии с просьбой земской управы. Почему нужно было печатать так много? Публикации рассылались ко всем губернским, уездным гласным, а также во все волостные правления, уездные, губернские учреждения, столичные библиотеки, высшие и центральные государственные учреждения. В первую очередь, конечно, направлялись в уездные узелства для того, чтобы последним были известны все постановления, обязательные к их исполнению. В сопровождающих посылку публикациях журналов и документах содержалась просьба к уездной управе об их распространении согласно вопросам. Уездные земские учреждения были заинтересованы в получении журналов в первую очередь и потому, что постановления, принятые губернским земством в соответствии с 66 положений, имели общегубернское значение. И, кроме того, журналы губернского земского собрания содержали постановления, касающиеся уезда. И, наконец, журналы губернского собрания содержали информацию о деятельности земства, приняя по вопросам, данные об организации, доклады управы, комиссии и так далее. Журналы пернского губернского земского собрания расцвелались также в организации, зависящие от их решений. Например, в Александровскую больницу, которая была под отчет на земство с просьбой все постановления губернского земства по больнице выполнить. Учреждения сами могли обращаться в губернскую праву с просьбой выслать выписки из журналов губернского земского собрания, если там обсуждался вопрос, касающийся их истории. Например, так часто делал Кустарно-промышленный банк. И, конечно, журналы губернского собрания отправлялись в администрацию, как в местную, например, канцелярию пернского губернского по земским гаэлдским делам присутствия, так и в центральные государственные учреждения, например, в Министерство финансовое. Информацию о работе пернского губернского земского собрания, часто основанную на материалах журналов губернских земских собраний, можно увидеть и в периодической печати. Причем, как более российского уровня, например, в редакцию Санкт-Петербургской газеты «Новое время» была отправлена статья о деятельности 39-й очередной сессии пернского губернского земского собрания, так и в более местных изданиях. Регулярно материалы журналов пернского губернского земского собрания печатались «Земская неделя», «Пермская земская неделя» в разделах по пернской губернии и земских дел, то есть рассказывались решения земских собраний, рассказывалось о борьбе с эпидемиями, противопожарных мероприятиях, страховании, об улучшении сельского хозяйства, о ходатайствах губернского собрания перед губернатором. И пернские губернские ведомости также содержали информацию о деятельности пернского земства и постановления собрания. В основном информация находилась в разделах «Последняя почта», «Хроника» по Пермскому краю и касалось постановлений пермского земства в оценке имуществ, решении собрания в серии образования, санитарии, пожертвованиях, земских обложениях, статьях о деятельности земских органов и так далее. Кроме того, можно встретить статистическую информацию, публиковавшуюся из журналов, например, в тех же пермских и губернских ведомостях. В статье «Несколько итогов» в 1910 году приводились количество данных о пермских сборах, денежных либо натуральных смешанных, а также о запасах, находящихся в распоряжении земства. И таким образом, анализ организации порядка публикации журналов Пермского губернского земского собрания позволяет отнести журналы к официальной земской документации, основным делопроизводственным материалам земского собрания и создание публикации журналов происходило согласно определенному порядку, отчасти установленному законодательно-правовыми актами, а отчасти практикой земского делопроизводства. Важно отметить, что существует разная степень подробностей журналов и полноты, отражаемой в ней информацией. Журналы велись достаточно лаконично, они не содержат исчерпывающей информации о деятельности земства. В зависимости от хода собрания умение секретарей полнота информации могла усиливаться или ослабевать. Но, несмотря на наличие недостаточной глубины в освещенности некоторых вопросов, все же журналы относятся к одному из основных источников по истории земства, так как дают наиболее возможную, полную и последовательную информацию по вопросам деятельности губернского земства. Информация по одному и тому же вопросу могла содержаться в нескольких журналах, так как рассматривалась и обсуждалась на нескольких заседаниях. И хотя журналы содержат неисчерпывающую информацию о деятельности земства, тем не менее можно их отнести все-таки к наиболее полному и точному источнику. Также в связи с установлением обязательной предварительной цензуры для журналов земских собраний может вставать вопрос о достоверности журналов. Однако мы вспоминаем, что факт того, что правильность фиксирования прений, постановлений в журналах выверялись гласными земского собрания, а те понимали, что будет проводиться рассылка журналов и что нужно будет подтвердить правильность своих высказываний. Соответственно, они заботились о том, чтобы журналы отражали мнение гласных достаточно точно и полно. То есть сама практика публикации журналов подталкивала к распространению объективной информации. И в случае с журналами земских собраний нужно понимать, что исследователь все-таки имеет дело с несколькими уровнями субъективности. То есть, во-первых, в журналах фиксируются дебаты гласных, где каждый высказывает свою точку зрения согласно своим личностным качествам, то есть достаточно субъективно. Однако высказывания записываются секретарем, который, в свою очередь, выстраивает текст сообразно своим представлениям и может что-то записать не совсем точно. На третьем уровне субъективности мы можем сказать, что текст проходит проверку, цензуру со стороны председателя собрания, секретаря, гласных, то есть исправляются опечатки, отдельные цензуры, отдельные фразы и в рамках цензуры может проводиться правка. Чаще всего исправления касаются, конечно же, грамматической, стереотической стороны текста, что может приводить к некому обезвеличиванию, унификации фраз. И при этом текст должен содержать только те высказывания, которые пропустит, одобрит губернаторская цензура. Ну и, наконец, еще один уровень субъективности – это субъективность исследователя, который анализирует журналы земских собраний. И именно в преодолении исследовательской субъективности важную роль играют количественные методы и методы, основанные на современных информационных технологиях. Как мы обсуждали ранее, анализ журналов земских собраний позволяет их отнести к типу массовых источников. И для изучения данного типа источников в исторической науке достаточно эффективно применение количественных методов и методов, основанных на современных информационных технологиях, которые позволяют более полно раскрыть информационный потенциал источников, точнее выявить тенденции развития земских учреждений, основные направления деятельности, особенности деятельности на крупных этапах истории земства в целом. И таким образом, для дополнения информационной системы, о которой мы говорили ранее, было создано предметно-тематическое мета-описание журналов земских собраний как основного исторического источника. И проведена атрибуция, согласно этому предметно-тематическому описанию, самих журналов Пермского, Губенского, Земского собрания в информационной системе, что дало возможность провести предметно-тематический и содержательный анализ журналов Пермского, Губенского, Земского собрания. В частности, на основе соответствующих мета-описанию журналов запросов к информационной системе были получены количественные данные о распределении информации под тем или иным вопросом, относящимся к основным сферам деятельности Пермского земства. Они и стали основой для последующего содержательного анализа. Проведенный предметно-тематический анализ журналов Пермского, Губенского, Земства позволяет выделить самые часто встречающиеся на страницах журналов темы. При этом результаты анализа позволяют увидеть распространение и распределение тех или иных видов деятельности и вопросов по времени, изменение их соотношения на протяжении всего периода работы Пермского, земства, а также на отдельных этапах. И по частоте встречаемости мы можем увидеть, что в деятельности земства на протяжении всего периода работы одно из основных мест занимает информация о финансовой и хозяйственной политике земств. Далее на втором месте содержится информация о социокультурной сфере деятельности земства. Затем на третьем месте вопросы организации земского самоуправления и земской службы. На четвертом месте по частоте обсуждаемости воинское и гражданское управление. И, наконец, несмотря на запрет земства заниматься политикой, земства находили возможность реагировать на внутриполитические и международные политические события, и нашло свое отражение на странице журналов земских собраний. Если углубляться в тему земских служащих, как отражена на страницах журналов информация о земских служащих, то можно сказать, что, конечно, в разных направлениях данную информацию можно найти. Можно подумать, что в первую очередь нужно затронуть именно вопросы организации земского самоуправления, земской службы, которая занимает, как мы видели, достаточно значительное место в журналах Пермского губернского земского собрания и сохраняли достаточно большую значимость на протяжении всего периода работы Пермского губернского земства. Как показывает диаграмма, наибольшей частотой обсуждения отличались вопросы организации работы, законодательно-правовых актов, основ вопросов функционирования, выборов комиссии, избрания на должности, содержится информация о решении проблем земской службы, обсуждения протестов, предложений губернатора и так далее. Динамика по соответствующим рубрикам была следующей. Например, мы можем посмотреть частоту обсуждения вопросов организации деятельности и функционирования Пермского земства. Из диаграммы видно несколько пиков, свидетельствующих о том, что наибольшее внимание к вопросам организации и функционирования работы земства проявляло в 1871 году, в 1895, 1901, 188 и 1811. И, соответственно, сразу нужно определить, что подробнее организационные вопросы законодательно-правовая основа включают обсуждение проблем, связанных с законодательными актами, обеспечивающими работу земства, то есть неявки, проверку прав, гласное редактирование журналов, избрание секретарей, открытие и закрытие заседаний и сессии. И в то же время, с самого начала своего образования, Пермское губернское земство решало вопросы действительного, то есть не просто законодательного, реального функционирования своей работы и последующего контроля за исполнением своих постановлений. Например, пик обсуждений в 1970-71 году обосновлен тем, что на собрании обсуждали основные вопросы. Устройство дома губернского земства, порядок редакции журналов, инструкции по исполнению постановлений собрания управам, правила составления СМИД, положение корреспонденции, порядок деятельности управы и может ли Пермское земское собрание указывать управе на ошибки по исполнению. Определялись различные сроки, суммы на содержание управ и служащих, правила пользования лошадьми и земской конюшней для служащих, устанавливался порядок предварительного знакомства гласных с докладами и так далее. И еще более подробно можно посмотреть в подробнике «Проблемы земской службы», которая относится и к гласным, и к земским служащим. Еще в положении 1864 года в статье 82 было указано, что члены земских собраний перед вступлением в свои обязанности приносят установленную общими законами о государственной службе присягу, но по статье 39 гласным никаких служебных преимуществ не присвояется и содержание не полагается. По положению 90-го года земские учреждения стали рассматриваться как часть государственного управления и служба в земских должностях превратилась к государственной. Но это то, что касается именно гласных. Если же мы говорим о земских служащих, то земство обсуждало вопросы работы и отдыха земских служащих. То есть, например, они обсуждали о праздничном отдыхе, об аренде минеральных вод. На заседаниях 14-й очередной сессии рассматривалось учреждение эмеритальной кассы, то есть пенсионной кассы для производства дополнительной пенсии. В 1900-1901 году разбирался вопрос о пенсионной кассе и уставе этой кассы. Пик обсуждения в 1908 году связан в том числе с тем, что на заседаниях 41-й чрезвычайной сессии было решено построить санаторий для земских служащих. Где еще можно увидеть информацию о земских служащих? Например, в подробнике «Типография», которая включает в себя вопросы в целом рассмотрения с собранием деятельности земской типографии, отчетов по работе, вопросов закупки, но в то же время и содержания типографии и работников. Как видно из диаграммы, обсуждение вопросов типографии началось с 1974 года с предложения об учреждении земской типографии и после создания обсуждались вопросы не только достоинств и недостатков наличия той самой типографии, заботы о ее состоянии, услугах, неремитабельности, покупки шрифтов, печатных машинок, но и оплата труда управляющему наборщикам, конторщикам, печатникам, ученикам и так далее. И, например, пик обсуждения в 1905-1906 году происходит потому, в 1906 году конкретно пик происходит потому, что в 1905-1906 проходила забастовка типографских земских служащих. Пермское земство озаботилось, вновь озаботилось положением типографских рабочих. Обсуждались вопросы улучшения материального положения, рассматривались ходатайства выборщиков, выдавались авансы и при этом типографские рабочие в своем обращении в Совет по делам страхования рабочих написали, что претензий больше к 1906 году к пермскому земству не имеет. Все ходатайства были удовлетворены. Кроме рубрики о земской службе мы можем увидеть информацию о земских служащих и в разделе о социокультурной деятельности пермского губернского земского собрания. Как мы видели, вопросы социальной политики и культурно-просветительской деятельности земства нашли достаточно большое отражение в публикациях журналов пемско-губернского земского собрания. Максимальное внимание пемское земство уделило вопросам образования, здравоохранения. Кроме того, достаточно актуальны были вопросы просвещения, народного продовольствия, общественного презрения. Но, кроме того, обсуждались проблемы страхования, работы с социальными и профессиональными своями. И, наконец, меньше всего отражения в журналах пемско-губернского земского собрания нашли вопросы благотворительности и работы пермского земства с церковью. И, соответственно, иногда земство рассматривало отдельно проблемы, связанные с такими профессиональными группами, как учителя. Что это означает? Что в целом работа с учителями могла рассматриваться как в теме здравоохранения, но иногда вставал вопрос именно конкретно работы с такой профессиональной группой. Например, под рубрика «Именно работы только с врачами» нашло отражение в данные годы, и на данный момент собрание решало вопросы об отпуске и заработной плате врачей под ведомственной земству Александровской больницы. Аналогично с учителями. Информацию в целом можно найти в такой под рубрике, как образование, но, кроме того, анализ по под рубрике учителя показал, что земства работали с данной профессиональной категорией и могли решать вопросы об отпуске, заработной плате, рассматривать их ходатайство. Кроме того, земства работали по ветеринарной части. И, кроме обсуждения в целом ветеринарных мер, по губернии можно видеть, что это тесно перекликалось с животноводческими проблемами, и к решению животноводческих вопросов часто привлекались ветеринары, как земские служащие. То есть обсуждались открытия-закрытия скотопрогонных трактов, постановления об убийстве зачумленного скота, и все это помогали решать ветеринары. Рассматривались вопросы прививания животных, обеззараживания продуктов, жалования ветеринарным врачам и фельдшерам, содержания ветеринарно-статистического бюро и так далее. Кроме того, земства работали по направлению аптечного дела, что опять-таки включает в себя как общие вопросы состояния и деятельности аптек Пенской губернии, так и, ну, например, недостатки закупки медикаментов, составление смет на содержание аптек, медикаментов, перевязочных средств и так далее. Но и содержание здания, где работал персонал, самого персонала, страхование имущества, ремонт издания, содержание лабораторий, в которой также работали служащие, вопросы бесплатного отпуска лекарств, денежные вознаграждения служащим, и содержание учеников в губернтской аптеке для дальнейшей работы. Кроме этого, мы можем найти информацию по работе земства с земскими служащими в рубрике финансовой и экономической политики, и мы видели, что она занимает максимальное количество в журналах Пермского губернского земского собрания. Основание этому, конечно, дала как законодательная правовая основа, так и сама, в том числе, статья 62, которая предоставляла земским учреждениям достаточно широкие полновочия в финансовой деятельности. Ну и, соответственно, мы можем видеть информацию о земских служащих в определенных подрубриках, например, в обсуждениях вопроса банковского дела. Опять-таки, можно увидеть, как общие вопросы состояния деятельности банков, и, например, началось обсуждение с 1885 года, когда собрание приняло решение об открытии крестьянского поземельного банка. Сплеск обсуждения в 1888 году связан с тем, что земство выступило одним из учредителей кустарно-промышленного банка, и банк был создан как средство вложения в память 25-летия царствования Александра II, занимался выдачей кредитов из суд к кустарям. Пик рассмотрения в 1994 году объясняется тем, что на заседании рассматривалось ходатайство об открытии земского банка, но кроме вот этих общих вопросов земское собрание обсуждало доклады о состоянии банков, отчеты по делу производства банков, выбирало попечителей, выбирало директора кустарно-промышленного банка, определяло вознаграждение служащим кустарного банка. И таким образом, особенности журналов помогают определить основные принципы изучения журналов земских собраний как то. Принцип систематичности, подчеркнутый еще Веселовским, принцип комплексности, также учет природы и характера журналов земских собраний как определенных земских документов. Комплексность подразумевает изучение журналов земских собраний в единстве с другими источниками, докладами управ, комиссии, комитетов по различным вопросам, постановлениями управ и комиссии, проектами социальных и экономических реформ, отчетами земских управ, а также журналами уездных земских собраний, периодическую печатью. Так как исчерпывающим образом раскрыть суть информации земских журналов можно только привлекая информацию из других источников. И, конечно же, использование, исследование информационных технологий позволило не только решить задачи по сохранению источников, организацию представления информации, но и получить определенные количественные данные, которые характеризуют информационный потенциал журналов земских собраний как исторического источника, и использовать полученные результаты для характеристики информационных возможностей журналов земских собраний. Здесь мы также можем вернуться к тому, что система рубрики достаточно открытая, и, соответственно, в рамках моего исследования не стояла такая задача, как изучение земских служащих. Однако система позволяет ввести новый тег, ввести новую подрубрику и атрибутировать согласно этой подрубрике систематично все журналы земских собраний для того, чтобы проводить в дальнейшем аналитические операции и ставить различные исследовательские вопросы. На этом я хотела бы закончить. Большое спасибо вам за внимание. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Продолжение следует...